короче бревно привет привет друзья под нами хрустит бревно у нас сегодня вот такой подарок называется военторг это большой индивидуальный рацион питания будем пробовать здесь очень много всего всякого вкусного вес аж 2 килограмма мы как раз проголодались очень долго добирались до сюда теперь надо понять как он открывается знаешь как это делать ничего не нарисую где нет для продажи до почему продавать нельзя срок годности до марта двадцать третьего года так что еще у нас полгодика пусть как открывается не знаю наверное как то вот так вот так наверное да сейчас мы посмотрим что там внутри и все это попробуем здесь у нас типа такая штука ух ты окружу ой туда много всякого будем обедать на улице у нас начало октября очень холодно из дома я выходил было примерно градусов 4 или 3 а сейчас в лесу наверно около вообще нуля пар идет изо рта наверняка так давайте смотреть перец черный молотый 1 грамм сливки сухие быстро растворимые фруктовая смесь это можно сделать компот жевательная резинка 10 штук салфетки салфетки три салфетки смотри две ложки то есть тут все таки даже не две три три ложки офигенно так пюре из яблок это что такое дезинфицирующая аква но это вот здесь для воды дезинфицирующие так икра из овощей из кабачков офигенно бекон армейский сыр плавленый много всего точно можно наесть паштет печеночный паштет нежный повидло яблочное еще одно сухое горючее подставка сухое горючее более витаминный минеральный комплекс с водичкой дальше сахар сахар еще сахара очень много соль соль еще соль а там а там перец был чай гранулированный смотри кофе натуральный еще чай шоколадка спички вот это вода ветроустойчивые тефтели из говядины галеты 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 какие-то на один раз тебе концентрат для напитка бодрящий еще один бодрящий концентрат мясо говядина с зеленым горошком и морковью каша рисовая с говядиной еще 2 таблетки для обеззараживания воды аж три инструкции что тут делать разных это да какой частично содержание полной салфетки ножек но вилок нет только ложками есть так так инструкции по применению короче все это надо разогревать все это надо есть это готовить я так понимаю чё чё так надо открывать эту фигню или не надо интересно так 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 перед регулируется разогреть ну сначала разогреть а потом разогреть да а надо ли ее вскрывать ну типа чтобы она ну чё будем пробовать каши рисовой с говядиной мясо говядина с зеленым горошком морковью тефтели из говядины можно одну попробовать раскрыть разогреть ну чё давай выбирай а давай тогда команды и у нас будешь этот пожарник умеешь нет давай я сделал давать я первый раз делаю но я уже понял что тут надо делать потому что принципе понятная здесь три таблетки как раз по три этих штуки значит вот такая фиговина из нее мы сейчас сделаем держалку для всего вот вот так вот это делается единственное что я не знаю какой стороной правильно ставить но я думаю что как-то вот так дальше мы сюда кладем таблетку а будет ее видно я не знаю про мне кажется да вполне спички открывать неудобно сразу говорю спички открывать неудобно в принципе открыл так но чуть-чуть можно вниз я просто наклонить пока покажем вам слишком специальной обмотки камеры нет а вот ну где-то отсюда вот видно цена баточка черкасе поджигай ты прям по моему створы сейчас попробуем это делать и прям поэты бы лучше да так положи и прям сверху клади ее просто еще она будет гореть оставь оставься так у нас разгорается костерок сейчас мы будем пробовать тефтели из говядины перед употреблением требуется разогреть срок годности три года до марта двадцать четвертого года разогрев пошел так я щас все-таки инструкцию открою то есть мне непонятно нужно ли вскрывать эту банку или нет после приготовления пищи таганок можно обратно разогнуть и взять с собой понятное дело а баночку а то она может рухнуть консервы можно и так и так ну слушайте нигде не написано что надо открывать эту банку соответственно когда она герметична она лучше нагревается сейчас мы проведем эксперимент взорвется она или нет а чего смешного то ну не написано значит не написано даже силой кустой чего ну а куда она денется специальный таганок на меня пошел дымок так чего здесь не хватает сразу могу сказать здесь нету никаких абсолютно стаканчиков да кстати то есть подразумевается что стаканчики у каждого свои либо кружки либо кружки такой вкусный запасок пошел заметьте костра нету так и так погнали значит чё ты будешь ты будешь чай или ты будешь кофе ли мы это закинем показ надо короче мы чая кофе не будем у нас с собой есть термос чаем у нас с собой есть термос с горячей водой на всякий случай да соответственно мы чай королевский слон и кофе натуральный пробовать час не будем но в следующий раз мы как бы мы это видео потом еще продлим типа такого то есть мы сейчас сделаем обзор на часть продуктов мы все реально не съедим и соответственно вот у нас чай кофе я думаю что все вот эти компоты тогда можно оставить на потом у нас здесь прям юпи короче тут очень много то есть три напитка три сахара огромных реального сахара прям ну реально сахара очень много 20 грамм пакетик с сахаром представляете я 3 при этом всего а внутри тоже получать три приема пищи есть три компота три пакетика это чай кофе и три сахара в чай кофе соответственно три приема пищи все это рассчитано а галет 4 причем то есть галет у нас идет 4 должно быть 3 до грубо говоря зато не разогрелось сливки это для кофе соль и перец не знаю для чего потому что тут скорее всего все готово он уже смотри сдувается постепенно эта крышка да надо будет витаминизирующие это тоже видимо отдельно и вот очень много тут повидло сыр паштет слушай ну тут прям реально можно покушать то есть получается допустим смотри на завтрак ты съедаешь ну например вот паштет печеночный такой паштет печеночный паштет нежный на ужин а сыр плавлю то есть тут прям нормально так можно похавать еще и бекон прям довольно большой большой объем всего поэтому и раз мы будем пробовать следующим вариант ну да вот она уже хрустит уже прям это в размерах увеличилась я думаю попробуем сегодня как минимум два надо снимать я не знаю ты потрогай сверху горячие или нет сейчас наверно дождь или снег пойдет но начинаешь на горячая я не знаю вот она сверху еще не горячие внутри уже кипит давай снимем чтобы она не подгорела снимем посмотрим огонечка опа тепленькая ставим следующим мы сейчас попробуем половинку он съест половинка я съем я пока тогда чайку налью рацион действительно большой 2 килограмма еды это прям нормально от души осталось попробовать насколько это на вкус а чё можно открывать сразу пробовать я про стаканчики взял думал если компоты вроде пробовать уже тоже начинает чёртой чай он наливай маленькую конечно открываем то есть ну сколько вот мы буквально несколько минут вода теплая стала разогрелась так ну выглядит это конечно странно не знаю как это вам показать короче просто большой большой это что называется у нас тефтели из говядины я не знаю что это пахнет вкусно пахнет вкусно остренько выглядит как просто большая большая квадратная котлета здесь жир много жира и похоже рис честно говоря не знаю что это странно ну да то есть это форме но это явно какой-то рис куски жира одна большая тефтелина ну я даже не знаю что это продукт какой-то и те как это называется правильно знаешь ну да как говорится продукт ладно я пробую пока без хлеба до следующие слушай это съедобно но она не прогрелась кстати можно было подольше то есть она снаружи горячая стала снизу прям даже он это следы от пламени но она целиком еще не прогрелась то есть можно в принципе знать пока не сгорит полус таблетка держать но это уж совсем долго ну вот не знали тут она есть сдувается ну вот давай давай тут подержим вообще до упора пока не бабахнула пока не бабахнула интересно давай проверим как бы так все попробуем короче я беру галеты галеты есть из муки пшеничный первого сорта осенние стороночку из муки пшеничный отбойный вот она отбой на это типа как черный хлеб есть можно она но она пахнет вкусно но не остроты нет вообще нет но она чуть-чуть солененькая не сильно солененькая думает галетку сейчас попробую то есть наверное хлеба все-таки маловато то что очень много разного повидло и так далее а галет 4 пачки то есть на самом деле может быть даже галету надо больше но галет полагается с чаем с этим чуеть с этим так галеты из муки отбойный есть невозможно это реально как обои обои когда на вкус пробовали советские с клеем ну то есть это ну то есть я такое ем но на вкус вот эти в синенькой упаковке галеты очень странные но я не знаю но не простые простейшие такие нет у них привкус реально от муки но это и обоев вот сдается то есть принципе вот это вот мешанину то есть если бы это было как эта фракция есть можно да надо снимать эту бабах мне давай до упора не прям реально там таблетка же есть а сушь таблетка может быть еще для того чтобы воду кипятить то есть реально допустим приготовил чуть-чуть разогрел ну давай погоди о-о вот это горяченькая же мы не наедимся давай третью поставим короче мы сегодня сидим все три банки каши рисовые еще что-то то есть реально вот это таблетка горит очень долго и на ней скорее всего можно вскипятить кружку с водой то есть разогреть до горячего состояния еду и дальше вскипятить кружку с водой на этой таблетке можно сто процентов то что горит она очень долго в общем кефтели из говядины есть можно особенно в такую погодку ну да но наестся я не знаю на галеты не очень надо их как-то размачивать что-то не знаю но они с чаем достаточно съедобно съедобно на палец просто упала капля поэтому я засуну палец съедобно съедобно много жира высококалорийная пища остроты нету но такой вкус чуть-чуть как будто остренький он не острый совсем томатный соус а мне кажется рис и какой-то субпродукт короче галеты я бы сказал бы не зачет но есть можно а тефтели с говядиной нормально ну так короче мы не в ресторане то есть мы не до конца разогрели жир немножечко такой да можно было бы посильнее разогреть эти вот тефтели с говядиной чтобы они прям ну разогрелись хорошо так что у нас тут таблетка еще горит так мясо говядины с зеленым горошком и морковью 2 обеденные блюда нам кстати какие написано а первые какие обеденные блюда где-то я не знаю вот здесь написано вторые обеденные блюда а здесь просто ничего не написано ну окей так блин разогрелась и уже вскрыть практически сушки не получается у меня открыть вкусняшка плохо открывается не очень припаялась для припаялась короче вот здесь что-то поинтереснее здесь как будто бы капуста есть горошек тут точно есть я уже его и увижу ну тоже вот она как бы разогрелась она была горячая но жир растворился не полностью сейчас на ложке будет жир то есть надо короче греть прям вообще капитально вообще прям блин я себя испачкал как-то странно пачкается банка на себя класть короче нельзя ну вот здесь по консистенции короче горох зеленый и возможно какой-то фарш и морковка то есть короче мясо есть точно на еще галетку короче галета мы съедим я знаешь бы чего вот сказал бы то есть галета квадратная она должна быть прямоугольная чтобы ее мог откусывать то что получается она по форме как бы ну я не знаю но обычно стандартный квадрате да да если бы она была бы вот покороче но длинная его было бы удобнее кусать вот я думаю попробуем в общем короче с говядиной вот эта красненькая штука нормальная дорожка разваренный такой вот это вот что-то кисло-солененькая даже повкуснее короче вот это вот это есть можно вообще она получше разогрелась чем-то напоминает суп но гороховый короче когда закрытая банка она не выкипает ну да вот закрытый короче блин понял закрытую банку можно кипятить все нормально не подгорает ничего все лучше бить но здесь слушай вкус и мясо есть и запах мяса есть да понятно что это какой-то фарш здесь ни кусочки мяса ничего но здесь в этом горошке хотя бы и морковка и морковка да вот нормальная тема ну короче вот это наверно 4 то есть если она на тройка да вот это наверно 4 ну слушай в принципе нается можно наверно да то есть если ты целиком съедаешь банку потом съедаешь еще пюре например кого-нибудь яблок еще кому-нибудь паштет все это чаем запиваешь в принципе нормальный рацион наезд с этим можно это рацион видать на целый день но мы на двоих сейчас его идем ну да так на одного человека час время 5 часов вечера мы сюда в лес забирались мы сюда добирались я не знаю сколько мы в час мы выехали да я позавтракал в 11 час время 6 ну пол шестого где-то может быть пять где-то такой вот интервал достаточно большой в принципе я есть хочу потому что мы целый день катались ну да на велике а тогда рассчитывается стоять сюда на 3 приема пищи первый прием пьешь много воды ты ешь всякие пюре беконы и сырки и вот это вот это короче все нормально ну я выедаюсь я уже прям чувствую сытость как будто определенно то есть чтобы я бы сделал я бы сделал галеты более прямоугольной формы то есть вот допустим типа целая галета сейчас я возьму вот целая галета но она поуже но она целая и тогда ее удобно кусать квадратненькие не знаю рот не такой большой ну нормально нормально то есть для похода для питания вообще нормально пусть он разнообразный там один вкус здесь другой вкус здесь третий вкус он пар идет даже в целом про сейчас мы вот это прям нормально прогревать с этим мы едим она прогрелась но не на сто процентов здесь можно еще сильнее может пока пробуем а тут это видать тоже вкусняшки для разогревка мне они нет это пире а сыр плавленый там просто да мы сейчас чаем ну то есть вилка не нужна в принципе ножик получается намазывать как раз все на те самые галеты можем дамы точно горошки не понравилось коржи на лохой надо прям нормально разогревать сейчас еще холодно то есть изо рта идет пасть но не ноль но около нуля очень большая важность сегодня два раза шел снег и дождь сказать ничего не подгорело с этой стороны баночка он прям подгоревший она меня что она испачкала а с этой стороны нормально ничего не подгорел все бекон да вот смотри че за бекон за рубленый так бекон консервы мясные рубленые очень мелкий шрифт но ничего не написано про то что разогреть соответственно ну давайте не будем греть открываем блин тоже открывается честно говоря прям не так легко открывается но открывается все это ну уж пахнет вкусно то есть это что-то с жиром типах мазать на галетом да попробуем точно его не надо там не написано разогревать на упаковке если написано играть значит нам не надо так держи пробуем зеленые галеты у них не настолько вкус противный это как белый хлеб то есть те вот эти в синей упаковке они как черный хлеб идут галеты из муки пшеничной отбойной это как черный хлеб зеленые идут как белый хлеб это галеты из пшеничной муки первого сорта вкус такой то есть есть можно но ну так так смотри значит у нас получается еще фишка в чем у нас один ножик один ножик нам надо и бекон намазать и сыр вот в том то и дело то есть получается зачем нам ножик тогда ножик намазывать а он один она же тут получается опять баночка 66 баночек до какой-то баночки может здесь просто потом можно ложечкой грубо говоря получается что ложки 3 потому что и банки ножик один то есть его получит один раз я же не смогу ножик грязный с собой носить смеется почистить это как с тарелкой получая с тарелкой с стаканчиком чего не получается выжить а ты в руки возьми банку нет но пока это проводим процедура разрезания то есть получается если у тебя 6 банок тебе нужно вообще 6 ножей какие-то странные звуки были только что недавно где лесу да вот ложка оказалась ненадежно кидаем в эту банку с собой заберем так на те вот вот для чего три ложки вы поняли да ты смотри я немножко разрезали надо короче вот ты берешь берешь вот братника аккуратненько подцепил бекончик это короче что-то такой типа едино жир какой-то но дачи сейчас мы попробуем держи я не знаю можно ли это мазать на галету это похоже на мясные консервы короче это типа жир мясо и плавленый сыр и скорее разогревается да не напишу это разогревается и поплывет слушай это можно есть но очень специфично чем мы горятец да на холодец похоже да то есть это точно не намазать это точно не намазать это как будто плавленый сыр ну да вот здесь прям мясо здесь прям куски мяса реально блок волокно мясное такое прям нормально падаете короче вот это нормально кстати паштет но мазать его на галеты они сухие это знаешь вот прикольно было бы макарон или картошечку туда добавить в маленькой кружки то есть берешь маленькую кружку разогрел в ней и положил типа макарона дыша кстати странно что доширака здесь нет никогда это да больше как консервы обычно вот эти местные но что консервирует нужно и так есть и разогрев еще галит короче паштет съедобный но тоже где-то я бы на троечку поставил бы в принципе еда съедобная то есть ничто невкусное нету никакого химического запаха вкуса химического никакого нету то все реально съедобно все это можно есть немножко жирновато то есть ну как бы прям вот ну жир чувствуется что есть жир нужно сильнее разогревать чтобы это все немножко прогрелась мы можем сейчас попробовать это снять так это да это поставить и разогреть чисто ради эксперимента так каши рисовые с говядиной у нее почему срок два года вот она сейчас прям вот она горячая прямо она прогрелась офигенно офигенно она прогрелась у пахнет нормально здесь короче просто огромное количество вареного риса жир начинает плавиться тоже открывается но открывается опять я испачкал все штаны на штанах не надо открывать а как это надо просто где-то на столе так ты находишься в походных условиях то есть в условиях грубо говоря природы я ставлю на коленку я штаны просто испортил вот короче это просто просто рис огромное количество риса и что-то там типа тоже жира какого-то есть это такую галетку на дает тебе пиши понравились запах уже надо и дать то надо я пока топлю в банке паштет так пробую то есть это просто кусок риса с каким-то мясом очень соли много есть можно даже вкусно ну прям очень много соли большой кусок риса прям огромный кусок риса какое-то мясо прогрелась прямо язык обжигает то есть полностью прогрелся все он чувствуется большое количество жира соленая чуть-чуть поменьше на соли надо начать разогрелась нормально в общем должно разогреться чтоб прям горячая банка была с обоих сторон на крышку кладете если крышка очень горячая значит разогрелась но тоже есть можно ну блин я не знаю как это назвать разваренная каша разваренная рисовая каша очень жирная с большим количеством жира то есть мясо оно вот такое как бы имеет место быть просто для цвета что ли ну какой-то вкус вкусу жир ну короче не очень очень соленая прям очень соленая пересоленная постная есть можно но короче вот я бы рис бы вообще убрал бы из рациона ну реально ну да не ну может кому-то кстати понравится вкус такой специфичный то есть можно даже вот этой то вкус не было первое да то есть вот с говядиной короче нормально вот это и красная и с горошком а рисовая ну такое для китайцев блин знаю я все ем мне нормально что там у нас кипит да сейчас посмотрим то есть еда очень жирная она сытно за счет этого жир пропадает желудок обволакивает желудок и кажется что наелся ну не знаю мне нормально то есть я могу но конечно соленая все смотри практически продали так ну короче бекон чуть-чуть разогрелся но он не расплавился то есть особого смысла бекон греть нету вообще ничего не изменилось банка тоже стала немножко грязноватой ну вот как стать и может быть черный перец я бы добавил бы в рис до для остроты соль ну я не знаю я не вижу пока куда добавлять был и горошек вкусный ворочек красная была такая чуть-чуть как будто она острая но она не острая там соль не нужна а здесь про здесь до пересолена что тебе больше понравилось горошек или красная красная почему-то больше понравилось ну то есть съедобно но это так вот по моему мнению вот это на первом месте вот там на втором вот это на третье место можно поставить попробовать горячий меня наелся обещал наелся вы вот такой вот это самый такой выразительный вкус там уже так короче на втором месте ну слушай как вкуснее стало вот бекон подогрели он такой как будто копчененький стал то есть можно принципе грей хоть и не написано для разогрева но можно погреть и нормально прошел а сейчас мы прям реально как попробовать он прям такой знаешь вкус это больше этого калетку ой блин все падает короче рисовая вот эта штука попробуй это туда в рис добавить нет здесь вкус совсем другой там реально копченый бекон а здесь я не знаю здесь говядина говядина же там написано ну да говядина ненасыпная как вы понимаете наелся так да и дай эту сейчас я что-нибудь попробую я предлагаю попробовать баклажаны икра из овощей точнее на все у нас прогорела эта штука а вот мы сейчас попробуем икру из овощей а потом чуть сладенькая слушайте бекончик да ничего так открывается действительно ну не очень ой какая тут паста что у нас край за овощей на запах что-то непонятно такая вот консистенция ну слушай это томаты и баклажаны какие-то я первый да да вокруг лес так что нечего бояться я думаю до нас это пробовали даже нормально чисто вот реально даже я бы просто вот баночку бы съел вместо такого легкого перекуса а с рисом она будет сочетаться с кем ты миша туда если бахнуть ну да но она перебьет вкус а по-любому ну что попробуем то есть если вот это в бахать в рис то наверно дома перебила бы вкус риса перебила вкус соли и был бы ну съедобно да с рисом она будет это пошла бы я с рисом самое то с рисом самое то она пошла бы с рисом туда пасту вот это намазать праву в банку банк перешать до перемещать и над с рисом были сочеталась бы вообще нормально играю из кабачей из кабачей из овощей сюда бакова да да и крайна съедобно но лучше еда только с рисом месяц какая смешать даже рис томатный паста хорошо сочетается по вкусу было бы нормально белый черный открыть галеты давай то паштет или сын или пюре уже что у нас у нас два паштета печеночный и нежный я доем икру ты будешь икру? не-не-не-не нормальный экран люблю вот такие вот консервы да с рисом она бы пошла бы нормально давайте откроем что-то паштет нежный систенция вот паштет опа ложечкой что нормальный попробуем баклажанчики икра из овощей мне понравилась то есть я не могу поставить конечно 5 ну прям вообще нормально прям вообще нормально да наверное если бы ее с рисом чем перемешать бы да с рисом она пошла рис был бы не тошный рис был не очень рис был прям на любителя кто любит прям соленую такое ядреное получается ты сначала попробую сейчас ты разогрел квадратную коробочку ешь ее с галетами и у тебя в это время чайки как будто в принципе нормально интересно это замерзает наверно замерзает да все это все падает минусовую температуру это будет проблематично все надо разогревать паштет печеночный люблю печеночный паштет много видов пробовал самый дешевый очень такой вязкий ну то есть он печеночный паштет он съедобный но такой прям вот его с чаем надо сухомято тяжело такой он прям печеночный печеночный короче есть можно есть можно но к сожалению вкусно что вы хотите от паштета печеночный вот он вкусный был горчит немножко горюще есть но не знаю короче я чего-то честно говоря будешь короче мы полбанки паштета выкидываем паштет нежный паштет печеночный короче не зашел он прям очень сухой он с небольшой горечью но блин пытаемся открыть паштет нежный вау не очень но это да тут уже консистенция более такая интересная вот нежный дальше попробуем короче пештёночный паштет лучше как бы можно но но любители если кто иногда некоторые любят паштеты вот это как всем либо употреблять как жирный невкусный попробуем ну и вкус такой какого дешевого паштета почти от нежный то есть короче если был бы дальше прям свежий батон из печки и ты намазал паштет по есть можно вот и потом испортишь да тот паштет даже был чуть лучше думаешь да не знаю мне кажется это лучше чем тут но блин короче оба паштета но любителя паштетов на печеночный я той вот это я доем допустим а печеночный честно говоря со сладким чаем это да не стоп с чаем солнышко потихонечку садится короче паштеты разочарование полное разочарование паштеты в принципе только отдельное блюдо типа позавтракать берешь с утра проснулся еще вкус не чувствуешь зубы не почистил вот такой наверное я не знаю не очень сыр плавленый что-то еще попробуй давай что попробуем вот сейчас церковь можем попробовать а потом сладкое короче я бы если бы вот прям на завтрак вместо всего остального я бы съел паштет нежно целиком печеночный я бы не съел да у нас есть плавленый сыр то есть чисто теоретически мы должны использовать ножик нет это невозможно сейчас около нуля сыр превратился в твердую субстанцию это я не хочу больше что такое попробуй даже заинтриговал ну знаешь когда ты его проглазуешь это сыр плавленый даже стало интересно я лучше паштет нежный доем ваня решил паштет нежный доесть мы ради интереса попробуем вот так отрезается я не знаю на что похож сплавленый сыр давайте попробуем так плавленый сыр он достаточно мягкий вообще изначально но сейчас я бы колбасный сыр вот советский который самый невкусный я его ел я ну как бы советский союз жрать было нечего приходилось есть плавленый сыр другого сыра не было а вот этот плавленый сыр я не знаю на что он похож вообще он ни на что не похож он не похож на сыр и на похож на плавленый сыр не у меня есть какой-то дальний дальний привкус какой-то не на копчености что ли может быть что-то еще раз пробуем короче я не знаю нет его можно и тут в принципе все можно есть и паштет можно есть печеночный и сыр от плавленый можно есть ну что это вообще плавленый сыр да это значит это это не масло это не сыр это не плавленый сыр и я не знаю что это пластмасса ну какая-то до обычного плавленый сыр там вот сырный вкус нормально здесь что-то такое непонятное он даже на маргарин не похоже но да я такой наверно даже не ел никогда я доедаю почти нежный это какая-то в фильме как его звать свадьба в малиновке не распробовал надо еще попробовать где он стенка с молоком он у него специфичный да конечно непонятный то есть его есть то можно может нему привыкнуть надо просто вот мы попробовали все и вот печеночный паштет вот этот плавленый сыр да вот его надо ножичком металлическим до вырезать в общем не зашло да не не зашло как ты его родом нет я от ковырял ножичком просто держу сюда перенесем попробуем увеличим дозу но он как бы специфичный слушай но я наелся вот я уже уже наелся то есть вот на двоих мы съели почти весь сухой паек остались сладости то есть принципе да наверное если на целый день вот это все разделить да верно этим можно наесться сыром туда не пасли можно это все утилизировать даже еще раз попробовав понимаешь что это да не то в общем два килограмма еды на один день это прямо впритык что мы сейчас поели ты наелся ну да и я наелся попробуем сладенькая дальше сладенькая щекотка 6 то есть как бы наверное на целый день это нормально опять же это наверное условиях какой-то такой теплой погоды не зимой и не особо какой-то активной деятельности ну то есть впритык прям вот нормально покушать одному человеку вот этого набора должно быть там очень много всяких этих минерализованных витаминов нормально варю критик где-то слышно в лесу я вчера варил варенье из яблок ну что света достаточно пока еще хватает но уже сумерки обычно детское пюре кисленькая но не настолько кислый что было противно и сладкое нормально овощая фигурно короче пюре зашибись то есть вкус галет она полностью перебивает даже вот эти вот обойные галеты можно есть яблочное пюре удобно вообще нормально и самое главное зубы не режет не настолько оно кислое обычно детское пюре как детям дают да да удобно вместо паштета могли яблочное пюре положить было бы дешевле и вкуснее и как витамины полбанки сыра и полбанки печеночного паштета мы просто выкинем потому что не сможем это съесть отдадим лесным дому вот все остальное нормально осталось последнее пюре да и уже совсем темнеет у нас последнее пюре шоколадка додавим да да так у нас есть теперь повидло повидло в пакетике повидло яблочное тоже чуть-чуть вот так подвинуть сюда дальше вот так вот вскрыть и намазать и дальше до намазать на горечина скорее всего она будет не кислое наоборот более сладко но это вот наверно сладкое будет пробуем яблочное повидло упаковочек специальный чтобы удобно было давить яблочное давить хочу еще удобно вот это получается скорее всего должно быть сладкое сладкое даже на 2 гаврителя хвост вкусно мы сделаем объединение в целом если брать вот количество галет брать количество всех субпродуктов то в целом да тут все рассчитано то есть прям четко если вообще все вот это намазать все это туда сюда прям то есть большая была видимо исследовательская работа проведена что человеку надо что человеку надо да то есть по количеству галет я думаю что не хватит на самом деле не калории считаются какая калорийность должна количество продуктов ну да но сыр могли бы заменить тем сыром который продается тоже плавленые но треугольниками было бы куда лучше ну здесь вижу баночки герметично в общем еды достаточно на целый день должно хватить все достаточно вкусно съедобно пятерку не получит ни один из продуктов красный банка и зеленая банка на 4 яблочное пюре и яблочный вот штучка тоже на 4 паштет нежный на 3 бекон на 3 и паштет печеночный и сыр плавленый вообще выбывают просто выбывают полностью ну и напитки наверно мы не будем сейчас напились ну скорее всего это обычный компот я думаю что там проблем не будет то есть в целом очень даже все хорошо хорошо очень хорошо вкусно съедобно ну вот вот эти два продукта наверное можно было бы убрать помню что еще шоколадку может раздаем ну да написано шоколад офицерский давайте попробуем совсем уж десерт ну уже наелись прям оно вот жир в животе растворился уже прям сытно у тебя фонарик включается? нет ну включается но давай попробуем и будем закругляться ну да потому что открывать шоколад неудобно практически не видать супер очень твердый ну нормальный шоколад такой вкусный каково как шоколад можно есть но тоже шоколад его сначала надо размолоть а потом есть даже достаточно твердый ну с чаем короче если проблема с зубами да шоколад лучше не пробовать это прям очень жесткий и липкий еще при этом прилипает зубам короче нормально нормально кушать можно но в поход с собой я бы не взял то есть если бы мы куда-то поехали на природу если бы мы куда-то поехали в путешествие то для туризма это не подходит это реально вот питание то есть вы поели вот каждое дневное питание разнообразное питание вкусное питание средневкусное питание и невкусное питание ну так вот как столовый то есть вы пришли после работы поели наелись во время работы поели наелись все хорошо Все как бы герметично, все нормально упаковано, все разогревается, все отлично Но для себя, для похода, наверное, нет То есть это для работы нормально, а для отдыха нет Не подходит Напитки может мы попробуем в следующий раз Но я думаю, что там ничего такого неожиданного не будет На салфеточку Да, что предусмотрели, салфеточки есть хоть Ну они не в пакете, то есть они могут намокнуть Ну да Важно салфеточку, да, руки протереть А вот эти бумажные, ну не знаю зачем Все, спасибо, ребят, посмотрели Я думаю, вы видели, наверное, тысячу обзоров уже от других людей На вот эти вот наборы продуктовые Вот это наше субъективное мнение на сегодня